Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами о тайне долголетия. Что же такое долголетие? Каждый человек стремится как можно дольше прожить, занимается спортом, употребляет какие-то формы диеты, правильного здорового питания, здорового образа жизни. И действительно, это оказывает свое положительное воздействие на жизнь человека. Но вот сегодня мы поговорим с вами о том, что наиболее ощутимо и реально продлевает человеческую жизнь. Хотелось бы для начала вспомнить жизнь одного из подвижников благочестия, который жил в начале третьего столетия. Митрофан Константинопольский. Это удивительный человек, который воспитан был в христианской семье на основах любви к Богу, любви к родителям и к своему дорогому земному отечеству. Когда в правлении Константина Великого, который решил перенести столицу империи из Рима в Константинополь, и этот город стал называться в честь императора Константина Великого, первым епископом константинопольским и был как раз таки епископ Митрофан Константинопольский. Важно сказать о том, что человек, который получил основы христианской жизни еще в семье, возрастая в подвиге воздержания, в любви к Богу, в любви к ближним и к правильному здоровому, как мы могли бы сказать сегодня, образу жизни, показал тот пример, к чему сегодня стремятся многие. Пример долгой и счастливой жизни. Он не только право правил в своей епархии, он не только помогал людям, не только молился за них, но и был прозорлив. Известно, что за 10 лет он предсказал не только день, но и час своей блаженной кончины. Он прожил 117 лет. И вот сегодня хотелось бы на примере именно подвижников благочестия заглянуть в эту тайну. А в чем же заключается все-таки долголетие человеческой жизни? Во-первых, нужно сказать о том, что причина долгой жизни на земле человека – это правильная жизнь. Правильная в отношении с законами окружающего его бытия, с законами природы, с законами духовной и нравственной жизни. Если человек попирает эти нравственные законы на основании и на фундаменте, которых только и может быть выстроена счастливая жизнь, человек не может прожить счастливо и не может прожить долго. Он преждевремени заболевает, преждевремени умирает. Но если человек живет в соответствии с этими нормами – духовной, нравственной, физиологической, общественной жизни – то Бог продлевает жизнь человеку и дает ему силы для того, чтобы он не только преодолевал на этом жизненном пути какие-то трудности, но и успешно выходил из самых трудных ситуаций собственной жизни. Кто-то скажет, что это удел святых, те, которые жили непорочной жизнью, уединялись от мира, жили в уединенных кельях, в пустынях, иногда даже в пещерах, в посте, молитве. Да, действительно, эти люди показали пример постнической жизни. Они питались небольшим количеством хлеба, воды, растительной пищи и были здоровы, крепки телом и духом. Это мы сегодня, современные христиане, я уже не говорю о людях далеких от церкви, от веры, думаем, что чем посытнее, повкуснее, поразнообразнее мы украсим и накроем свой стол, тем, дескать, радостней и дольше будет наша жизнь. Отнюдь. Многие специалисты в области медицины, врачи, особенно гастроэнтерологи, говорят о том, что пища у человека должна быть простой. Мы же думаем, что чем она разнообразнее, чем она изысканней, тем она полезнее. Мы глубоко ошибаемся. Вот почему святые показали нам пример, что употребляя простую пищу, можно очень долго прожить. И вот сегодняшний пример с Митрофаном Константинопольским, который прожил 117 лет на очень скудном, можно сказать, особенно для нас, современных людей, питании является пример его здорового образа жизни. Но более того, мне хотелось бы привести вам пример, что великие подвижники благочестия, невзирая на свою аскетическую жизнь, прожили достаточно долго. К примеру, Пахомий Великий прожил до 85 лет, Ефимий Великий 95 лет, Феодосий, общих житий начальник 105 лет. Но давайте обратимся к примеру наших русских святых. Например, преподобный Никон Печерский прожил 90 лет, Сергий Радонежский 78 лет, Кирилл Белоизерский 90 лет, Александр Свирский 85 лет, Макарий Желтоводский 95 лет. И этот список можно продолжать и продолжать. Главное, что люди, которые живут воздержанно, любят Бога, Ему служат и стараются избавляться от грехов, от страстей и пороков, которых, безусловно, в каждом человеке огромное множество, показывают, что жизнь веры, жизнь с Богом продлевает человеку и его физическую жизнь, жизнь его тела. И кто-то может совершенно объективно на это также возразить. Да, ведь эти люди удалялись от мира, а мы живем в миру среди соблазнов, большого количества греха, пороков. Как же здесь прожить дольше, когда и экология, и питание, и образ нашей жизни далек от желаемого в нашем современном мире для того, чтобы жить счастливо и в укреплении собственного физического состояния здоровья. И на этом мы тоже должны, дорогие, сказать о том, что если мы живем в миру, это не значит, что мы должны оставить свои обязанности, свои семьи, свои послушания. У каждого из нас есть свое призвание, которое мы должны непременно исполнять. Но мы можем, с одной стороны, исполнять их, опираясь на нравственный закон и закон, который дает нам возможность нашего сохранения собственного, духовного и физического здоровья. С другой стороны, мы можем выбрать дорогу греха. И поэтому не место спасает человека, а человек — место. Не случайно есть такое замечательное выражение «и в монастыре можно погибнуть, и в миру спастись». Мы действительно не желаем жить свято, хотя Бог призывает всех, невзирая праведников и грешников. Ведь Он пришел неправедников спасать. Он так и сказал, «Нездоровый человек имеет нужду во враче, а больной. Я пришел спасать неправедников, а грешников призвать к покаянию». И если этот зов Бога, который приглашает к себе не святых, а таких, как мы, грешников, настолько любвеобилен в ожидании нашего к Нему обращения, то почему же мы не делаем ни одного шага вперед на встречу к Богу, который давно ждет нас в свои распростертые отеческие объятия? Нужно сказать, дорогие братья и сестры, о причинах, почему мы не идем этой дорогой. Однажды к батюшке Серафиму Саровскому подошел один прихожанин и спросил, «Отче, а почему сейчас нет таких подвижников, которые были в первые века христианства?» И батюшка Серафим Саровский вздохнул, потом немножечко помолчал и ответил, «Потому ваше боголюбие нет нынче столько подвижников благочестия, что не имеем к тому решимости. А если б была в нас эта решимость и стремление жить по заповедям Бога, то Бог обязательно бы помог нам исправиться и стать на правильный жизненный путь». Потому что Христос, сказал Он своему прихожанину, «И вчера, и ныне, и вовеки тот же». И действительно, выбор за нами. Но правильный выбор человек может сделать не сам, как он думает, а опираясь на некий духовно-нравственный закон бытия человеческого рода, который не только на себе испытал все тяготы отступления от этого закона, но и всю благость его соблюдения. В Священном Писании Ветхого Завета есть такие удивительные слова, которые мне хотелось бы привести всем, кто сегодня нас слышит и смотрит. «Два пути предложил я тебе – благословение и проклятие, жизнь и смерть. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог предлагает нам следовать Его Святым Законам. И если мы будем следовать закону, который указан в Священном Писании, и именно эту дорожную карту мы сделаем картой жизни для самих себя, то мы меньше сделаем ошибок. И невзирая, где мы живем – в миру, в семье, в одиночестве, в супружестве или в старчестве, в монастырях или в городах, мы на любом месте можем спасти свою душу. Мы можем продлить свою жизнь и сделать ее здоровой и счастливой. Мы все должны для себя уяснить, что самым главным врагом в жизни каждого из нас является грех. А оброк греха – это страсть. И вот, к примеру, человек имеет страсть пьянства, привязанность к этому. И когда он отравляет свою жизнь алкоголем, он даже не думает, как постепенно он втягивается, а потом становится зависимым от этой страсти. У него разлагается печень, внутренние органы, он становится отчужденным от семьи, от общества, и в конце концов очень тяжелой смерти умирает. И мы знаем, что такой человек, как зависимый человек, он несчастный человек и в семье, и в своей личной жизни, и в обществе. А излюбленное для всех и многолюбезное, как писал Иоанн Лествичник, чревоугодие, сколько из нас страдают этой страстью, которая буквально поражает нас изнутри. Потому что мы не всегда бываем в состоянии отказаться от той снеди, которая предложена нам для вкушения на трапезе. Кроме чревоугодия, есть еще один оброк греха – это гордость, тщеславие, зависть. Сколько этих страстей изнутри снидают нас ежедневно. И поэтому, если человек живет в нарушении нравственного закона, завидует, раздражается, осуждает, объедается, упивается алкоголем, употребляет наркотики, курит, матерится, сквернословит, и тем более он не живет и не очищается в таинстве покаяния своих грехов и не видит пути своего исправления, он сам сокращает свою жизнь. Итак, для того, чтобы счастливо и долго прожить свою земную жизнь, нам нужно всего-навсего жить по определенному закону счастья, который и указан нам в Священном Евангелии. Я просто хочу предложить вам, дорогие братья и сестры, прочитать, если кто читал, то еще раз прочитать это откровение для нашей счастливой жизни. Я хочу напомнить слова еще одного святителя, также Митрофана, но русского, воронежского святителя, который удивительно говорил, «Воздержно яшьть, мало пей, здрав будешь, употреби труд, храни мерность, богат будешь, бегай злаго, делай благо, спасен будешь». Итак, для того, чтобы дольше и радостней прожить, нам нужно воздерживаться от греха. Постараемся воздерживаться от блуда, тем более оставить скверные привычки, которые буквально разрушают не только наш внутренний мир, но и отравляют жизнь окружающим нас людям. Так пусть же сегодня открытая тайна долголетия в нравственно-здоровой жизни будет для каждого из нас руководством. Для того, чтобы, применив эти правила, мы с вами обрадовали своих родных и близких трезвым, присутствуем рядом с ними, внимательным и заботливым с любовью к ним отношением. И тогда не только наша жизнь, но и жизнь тех, кто живет и трудится рядом с нами, будет радостной и счастливой. Вот этой жизни в радости веры мне бы и хотелось пожелать сегодня всем вам. И да хранит в этой вере, любви и добре вас Всевидящий и Всемогущий Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok